Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «21-го века. Дух пророчества». С вами автор и ведущий Николай Рефев. Тема выпуска «Пророчества о сокровенных просьбах». Очень много, даже сложно назвать числа, сколько просьб исходит от людей к Богу. Не обязательно, что все эти просьбы произносятся святыми людьми, приближенными к Богу людьми, людьми, которые заключили с Господом в Завет. А многие люди обращаются к Богу с просьбами. Эти просьбы бывают услышаны, а бывают пренебрежены Богом. Так было в истории Авеля и Каина. Оба принесли дар. Один дар Господь принял, посмотрел на него, был приятен ему, и он принял дар. А от второго дара отвернулся. Также и наши просьбы. Они могут быть приняты пред престолом, могут быть отвергнуты, могут быть даже нерассматриваемы некоторые просьбы. Конечно, нам бы хотелось, чтобы наши просьбы, они были услышаны. И вот, и в отношении каждой нашей молитвы и сегодняшнего дня, чем бывает глубже для человека скорбь, тем больше у него просьб. Но Христос советовал нам в отношении просьб, и этот совет необходимо учитывать. Чтобы мы в наших молитвах не были многословны, но имели или искали какой-то вот такой премудрости, о чем же к Богу обратиться. И эту премудрость открывает для нас писать. Мы имеем жизнь, примеры жизни святых людей, которые о чем-то просили Бога. И вот то, о чем они просили, оно актуально и в настоящий день. И Господь сегодня напоминает нам об этих людях, чтобы мы, слагая наши просьбы, не забывали задумываться о том, будут ли приятны, будут ли приняты эти просьбы перед престолом. Прежде всего, вот когда во всякой молитве нашей просьбы мы молимся с верой. Что значит мы молимся с верой? Как буквально понимать молитву веры? Об этой молитве Евангелие говорит, что молитва веры исцелит болящего. Молитва веры даже поднимет мертвого, и он станет живым, слепому даст зрение. Христос спрашивал, веруешь ли ты, что означает молитва веры? Молитва веры, она означает вот такое состояние человека, когда он принимает по-настоящему невидимое, как видимое. Вот когда мы молимся, как мы понимаем саму природу молитвы? Природа молитвы, она очень проста. То есть я, как человек, говорю слово и отправляю его в небеса. Я понимаю, на третье небо. То есть, когда мы говорим о небесах, мы говорим не о звездном небе, мы говорим не о нашей атмосфере. Если молитва, она всего лишь поднимется в атмосферу воздуха, там растворится, или молитва будет услышана людьми. Некоторые люди молились на показ. Просто показать, что они набожные люди, им было приятно, когда их понимают как набожных. Но эта молитва им ничего не дает. Вопрос, зачем молитва, если моя молитва мне ничего не дает, лучше тогда просто молчать. Иногда человек, молчащий пред Богом, выглядит более добропорядочным, чем тот, который очень много говорит, но говорит не по делу, говорит не к месту. Говорит без веры в то, что он говорит. Закон веры, он очень прост. Этот закон предполагает, что человек понимает, что происходит во время его молитвы. То есть он воспринимает невидимое, как видимое. Есть видимый мир, в котором мы живем. В этом мире я желаю какие-то преобразования. Я обращаюсь к невидимому Богу. О чем это говорит? Что я совершенно серьезно, вот с полной верой принимаю то, что есть некоторый центр управления жизнью. Этот центр назван престолом. Престол находится на третьем небе, в недосягаемости к нам. Но в чем ценность молитвы? Молитва, она достигает вот этого центра управления Вселенной. Этого престола, великого престола. В чем выражается наша вера? Я верю, что престол имеет такие необыкновенные, необъятные полномочия. Престол может решить любую задачу. От престола вышло слово, намерение Господа землю создать. Наполнить землю вот такими живыми существами, природой украсить эту землю. То есть тот, который сидит на престоле, обладает неограниченной властью. Я к нему обращаюсь, и вера моя в том, что то, что я прошу у него, во-первых, он может это сделать. Во-вторых, он имеет намерение это сделать. И в-третьих, это будет правильно в его понимании, моя просьба. Поэтому, прежде чем просить, мы должны размыслить очень хорошо над своей просьбой и правильно ее построить. Так бывает и в человеческой практике, и в человеческой культуре. Если один человек, а как правило, меньший просит у большего, или один человек просит у группы людей. Если мы приходим к престолу благодати, то мы приходим к царственной особе. Мы приходим к такую империю благодати, которая в предсказаниях, в пророчествах о небесах Иоанна Богослова показана управляемого великим, славным и могущественным престолом. Этот престол, он объемлет власть еще над 24 престолами. Там коронованные старцы, там фантастические серафимы. И престол имеет необыкновенную силу, необыкновенную власть и необыкновенное влияние на вселенную. Это необыкновенность его, ослепительная его красота. Она действует на тех, кто вокруг престола. Я хочу тем самым подчеркнуть, чтобы мы понимали, когда я произношу просьбу, то есть я говорю, Господи, сделай то-то и то-то. Что буквально я делаю? Как если бы я написал письмо. Вы знаете, идея неплохая. Например, если бы мы с вами каждую просьбу нашу запечатлели бы на бумаге. Ведь просьбы, которые сегодня мы находим в священных писаниях, они были произносимы святыми Божьими человеками. И пророки запечатлели эти просьбы, чтобы мы прочитали и мы понимали, вот эта просьба угодна Богу. А вот на эту просьбу он внимания не обратил. И в этом отношении мы тогда не будем многословны, если мы каждую нашу просьбу, каждую просьбу, ну, во-первых, будем фильтровать через понимание воли Божьей. И будем верить, что вот наш подход к нашей просьбе, он очень много может сделать для нас с вами. Но чтобы на просьбу нашу был ответ, мы должны понимать, что она соответствует воле Господней. И сегодня, я не хочу сказать, что сегодня настоящее время, оно намного сложнее прошедшего. Если мы рассматриваем историю человеческую, там всегда были всевозможные вызовы. Но я знаю одно, через Священное Писание, то Господь всегда отвечал на просьбы людей. И Господь помогал людям, Господь поднимал людям. Что касается вот самих просьб, мы имеем в Священном Писании, ну, такие пожелания этих писаний. И направление наших просьб, вот о чем молиться, о чем не молиться. Знаете, может человек очень усердно о чем-то молиться, и просить, и требовать, а просьба не будет принята на небесах. По какой причине? По той причине, что иногда люди молятся о том, о чем, ну, или против воли Божьей. Что это значит? Ну, например, Господь в свое время определил годы благословений для египетской земли. Семь лет было благоденствия. Это была воля Божья. Это было решение Божье. И опять же, решением воли Божьей было семь лет голода для этой земли. Это все было его воля. Так вот, если бы кто-то во время благоденствия, какие-то противники Египта, Ну, может быть, это даже были очень замечательные, хорошие люди. Они нашли что-то в Египте неправильное. И они начали молиться о том, чтобы Господь забрал у них урожай. Эта молитва не была бы услышана. И, к слову говорить, очень многие молитвы, вот по той причине, они не слышимы Богом, что они произносятся против исполняемой воли Божьей, чтобы не исполнялось лихолетие ли, война ли, болезнь ли, или еще что-то, или голод ли. Если Господь это посылает, я не могу молиться против того, что Господь совершил, что Он определил для земли, или народа, или даже для моего дома. В чем-то малом. Бывает так, что какая-то напасть пришла к человеку. Человек молится против этой напасти, но эта напасть испытывает человека, болезнь ли, или еще что-либо, или беднота, или какие-то нападки от людей, какие-то враги восстали, и все прочее. И некоторые вот люди, они ошибочно начинают наступать молитвенно против обстоятельств тяжелых, которые вокруг них складываются, и ничего при этом не происходит. Почему? Потому что, вот опять, согласно нашей вере, наша молитва, как письмо, она отправлена на небеса. И, вы знаете, не все молитвы, они могут прийти к престолу. Почему? Потому что молитвы эти, они прежде рассматриваются каким-то, вот этим небесным священством, небесным священством, на предмет их соответствия воли Божьей. Так и бывает и в человеческой среде. Если какое-либо начальство человека будет просить не о том, о чем он, он, ну, может на что ответить, или что не касается совершенно его полномочий, то секретарь эту просьбу, он просто выбрасывает его в корзину. Тем ли более порядок у небесного престола. Вот почему. С одной стороны написано, чего не попросите в молитве с верой, получите. С другой стороны, мы наблюдаем по жизни, что очень множество, если быть правдивыми, то большая часть просьб человеческих, произносимых устами, она не слышима престолом. Почему? Потому что там что-то не так говорится, и это не соответствует воле Господней, тогда нужно понимать. И сегодня я хотел бы подчеркнуть вот с позиции, ну, духовного разумения, вот этого духа благодати и умиления Божьего, который сегодня, он желает, чтобы наши просьбы сбывались. Господь желает, чтобы нам было, было радостно шить. И нужно с этой позиции смотреть на свои просьбы. О чем ты молишься? О чем ты просишь? Я хочу привести несколько примеров удостоверения правдивости этой мысли, чтобы мы вооружились этой мыслью в наших настоящих молитвах. Когда приходит что-то непонятное для меня, о чем мне молиться. Или же, как мне обрести блаженство, о котором Христос говорил. Ведь Он сказал, блаженный, блаженный и блаженный. И чтобы блаженство это сверхъестественное приобрести, нужно знать, о чем молиться. Нужно знать, что просить у Господа. То, что мне на пользу, то, что мне во благо. Я хочу привести несколько примеров к тому, как построить нам сегодня наши с вами просьбы к небесам, чтобы они были сокровенные не только для меня. Есть то сокровенное для меня, но очень важное. Но чтобы они стали сокровенные перед престолом. Представьте себе, если вашу вот эту просьбу, которую вы обозначили в молитве, приготовились к молитве и аккуратно, аккуратно так представили пред Господом. Может быть даже написали эту просьбу и зачитали ее пред Богом, говоря, Господь, вот моя просьба. Когда мы находим с вами в Писании решение проблем некоторых людей, то именно это тот вариант, когда человек смиренно принес свою просьбу перед небесами и прочитал эту просьбу, настолько приятно было в Божьих глазах. Я уверен, что Господь перед престолом собрал это свое небесное воинство, собрал этих небесных царей. Там выстроились легионы ангелов и архангелов. Он сказал, послушайте, что просит этот человек. И вот некоторые просьбы, которые были услышаны Богом и которые стали сокровенными в той сокровищнице небесной. То есть одни просьбы зачитываются, может быть откладываются в сторону до времени. А некоторые просьбы становятся сокровенными. И относительно этих просьб идут распоряжения. Господь говорит, я желаю, чтобы эта просьба была исполнена. И начинает вступать в дело силы особенные, небесной благодати силы. Согласитесь, кто устоит против этих сил? И опять же, насколько счастлив блажен человек, которого вот имя упомянуто на небесах перед престолом, что он правильно представил свою просьбу. Вот о чем Христос говорил, когда призывал нас прежде всего иметь царство небесному и радоваться тому, что имена наши написаны на небесах. Как надо радоваться, если мое имя не просто написано на небесах, но моя просьба зачитана на небесах. А потом эта просьба будет исполнена. Вспомните Авраама. Что просил Авраам у Бога? Этот простой человек, скотовод. Чего он просил? Мы можем знать, о чем он просил. Относительно ответа на его молитвы. Он просил, чтобы у него было потомство. Но вопрос. Ведь многие люди уже имели потомство. А многие люди также просили потомство. Вопрос. Для чего Авраам просил потомство? Ответ мы имеем в книге Бытие. Потому что вместе с потомством Господь ему предложил благословение. И благословение, которое распространится на все народы. И Господь его назвал отцом множества народов. Это значит, что просьба Авраама заключалась в том, что он желал бы стать отцом какого-то особенного народа. Особенных людей. То есть он не сам в одиночестве хотел исполнить волю Божию. Но смотря на тот мир, в котором он жил, видя его несовершенства, видя его такое отторжение от Бога, он был огорчен этим. И он говорил, Господь, Ты произведи от меня такой народ, чтобы я мог угодить Тебе, чтобы я не был таким суетливым, как вот эти все люди, которые думают только о себе, чтобы построилось царство во славу Тебе. Эта просьба была услышана. Он получил потомка, и от этого потомка родились миллионы людей. И впоследствии перспектива для этого потомства. Это славное благословенное царство. Мы не можем не упомянуть Иакова. Этот человек прожил, опять же, простую жизнь. Да, были трудности свои, были препятствия в этой жизни. Но о чем он мечтал? Он мечтал об особенном благословении от Господа Бога. Каком-то особенном благословении. Это благословение он видел в первородстве, которое ему не принадлежало. Он видел его, потому что он принадлежал его старшему брату Исааву. Он видел его благословение отца своего Исаака. И у него этого не было. Он просил благословения. Но вопрос, для чего он просил благословения? Ответ мы находим. В следующем действии Иакова, когда он ушел уже после ссоры с Исаавом отцом, ну, благословенный своим отцом, он получил благословение, и он остановился на ночлег. Ему снится замечательный сон, сон видений. Это видение лестницы, ведущей на небесах. Мы скажем так, это исполнение его желаний и его намерений. То есть он здесь открывается, для чего нужно было Иакову благословение. Благословение Иакова нужно для того, чтобы приблизиться к этой небесной лестнице. И Иаков показал последствия жизни своей, что он дни свои коротал, не для того, чтобы просто насыщаться хлебом. Он был состоятельный человек, но он не зависел от своего состояния. И его мечта была принести Господу дары. Не только вот в тех десятинах, которые он пообещал после своего сновидения, но чтобы что-то такое сокровенное к Богу принести, и молитва его была услышана. Я не могу не упоминать о Моисее. Уникальный, удивительный человек, который не так много просил у Бога. У нас вкладывается впечатление, что к 80 годам, это время встречи его с Господом, он каким-то стал равнодушным к этой жизни. И смотрите, он попал в такое положение, это положение святых людей, когда вот все окружающее, египетская перспектива, он пришел к своему будущему тестью Иофору, и там он не находит удовлетворения духу своему, его мятущийся дух, он что-то ожидает, он чего-то ожидает. И вот это ожидаемое, ожидаемое небесное, небесное, и было его сокровенной просьбой, он искал ее. Да, эта просьба была услышана Бога, и эта просьба стала тем сигналом для небесного престола, что это избранник Божий. Заметьте, человек, ищущий небесного, А что небесное получил Моисей при первой встрече с Богом? Он получил общение с ним, прикосновение к нему. До этого момента он молился, он искал, он веровал, главное, что он веровал, его вера была услышана, вот перед ним несгораемый терновый куст, и этот голос небесный, это обращение, это общение Моисей, немножко такой обескураженный, он даже сразу не собрался для того, чтобы ответить на призыв Божий. А почему? Потому что он не был заинтересован в продвижении этой земной жизни своей даже, его стремление к престолу небесному. Ну, Господь убедил его исполнить волю свою, и уже впоследствии мы находим с вами самую сокровенную просьбу Моисея, по которой мы это определяем, ценность этой личности перед престолом, его высоту, духа, он что просит у Бога? Он две вещи просил у Бога. Первое, чтобы Господь не покидал их стан. Моисею не был заинтересован, ему не было интересно двигаться с этим станом, сопровождаемый служителями небесными. Это были бы безгласные ангелы, которые все бы сделали, которые защитили бы, которые привели бы народ, но это ангелы, это не Господь, это не то сокровенное общение, о котором мы читаем, что Моисеев постоянно в нем находился. И второе о Моисееве. Он просит Бога о том, о чем никто больше его никогда не просил, ну, кроме Иисуса, конечно же. Иисус для нас идеал, просьба в Боге. Он просит, чтобы Господь показал ему свою славу. Почему? Потому что слава земная не удовлетворяет Моисея. Она ему неинтересна, слава земная. Его ничем невозможно удивить. Его невозможно удивить какой-то особенной там одеждой, богатством, перспективой, властью и славой. Он все это прошел. Представьте себе человека, который указывает жезлом на море, и море расходится в стороны. Чем можете удивить этого человека, который вызывает громые молнии, огненный град, вызывает тьму, вызывает какие-то знамения страшные. Чем можно удивить этого человека? Ему ничто не интересно, но его влечет слава Божья. Еще один привет, пример это Давид. Человек, у которого было очень много забот, много было врагов, много было препятствий, много было вокруг суеты, но в чем открывается сокровенная просьба Давида, которую он имел? Он имел ее внутри себя. Возможно, с юности своей, с юности, когда они с родителями посещали святую Скинию, еще не было храма, то ревность Давида, она что-то в нем воспроизводила, он понимал, что не так должно Богу поклоняться. Не в этой Скинии, не в этой палатке, о которой даже служители не несли должного попечения. И Давид настолько возревновал о Божьем, о святыне Божьей, там был Ефот святой, который он унес в свое время из этой Скинии, и там был ковчег завета. И вот наступило время, когда Давид, когда он воцарился уже, он стал над израильским государством, над Иерусалимом, он первое, что делает, старается сделать, вынести священный этот ковчег, он ревнует о храме. Бог услышал его молитву. Эта молитва была запечатлена на небесах, это было приятно Богу, приятно стремление человека участвовать в строительстве храма. И, конечно же, для нас уникальный пример, это просьбы Христа, сокровенные просьбы Христа. Какие же это просьбы Христа? В Евангелии от Иоанна есть эта уникальная молитва Иисуса перед его казнью, перед распятием. О чем же он просит? Послушайте. О чем просит? Тот, которого, вот действительно, это уже не Моисей, не Давид, не Соломон, не Авраам и не Ной. Это архитектор, строитель жизни. Это тот, который-то узнает, что такое власть истинная, который может порядки наводить. О чем же он просит? Его просьба и проста, и просьба его драгоценна. Драгоценна. Смотрите, к тому моменту, когда молился со своей просьбой Христос, он достиг всего. Он встал на вершину. Вот-вот, какие-то еще считанные дни, и он поднимается, возносится на небеса, во славе, в фаворе. Такого не было во вселенной, чтобы так встречали победителя, на подвиг души своей, он смотрит с довольства. Так что же он просит? Чего бы ему нужно было просить? Что враги поклонились? Или просить ему какой-то еще особенной мудрости? Нет, а он просит о том, чтобы вместе с ним, там, куда он поднимается, были и его друзья, были его ученики, апостолы. Посему мы с вами будем становиться на наши молитвы, не будем многословны. Дух благодати и умиления придает нам такие, подает примеры, говоря, какие просьбы отжидает от нас Господь. Я привел примеры, но за каждым этим примером стоит конкретная наша с вами человеческая жизнь, какие-то возможности, наши притязания. Давайте будем внимательны к тому. И, конечно, что здесь есть, интригующее для нас, интригующее, пусть, ну, для нас это будет стимулом, такой мотивацией. Вот я сегодня или завтра, а может, не торопитесь, не торопитесь с просьбой, я встану на свою молитву. Есть благодарственная молитва, есть молитва исповедания, есть молитва сокрушения, есть молитва, когда я прошу прощения у Господа. Есть словительная молитва, хвалебная молитва, молитва поклонения, много. Но есть молитва такая, сокровенная молитва, когда человек открывает уста и просит нечто у Бога. Пусть это не будет посредственно. Но ты хорошенечко очень задумайся о том, что твоя молитва, пусть тебя и меня это мотивирует. Она может быть после твоего произнесения представлено пред престолом, там в высшине этих небес. И там Господь, услышав эту просьбу, из уст такого маленького-маленького, казалось бы, никченного, тщедушного человека скажет, посмотрите на раба моего, послушайте, люди, что он просит. И содрогнуться тогда все силы вселенной подвигнутся не потому, что ты что-то значишь, а потому, что Бог возгребит да поможет нам Господь и его благодать. Субтитры создавал DimaTorzok